Доктор Джозефа Клейнермана Здравствуйте, дорогой доктор Здравствуйте, Мариночка Здравствуйте, дорогие телезрители И сегодня у нас в гостях человек, которого мы недавно совершенно представляли А теперь с гордостью можем назвать его нашим новым сенатором Это Дэвид Старобин Здравствуйте Здравствуйте, Дэвид Во-первых, поздравляем вас Спасибо большое Мы очень внимательно и трепетно следили по всем средствам массовой информации Я, например, по каналу Нью-Йорк Ван, по Нью-Джерсиску Мы везде освещали это Кто-то даже сказал, что это была прямо как трагическая мыльная опера И мы очень рады, что она так завершилась Поздравляем И мы в ней участвовали Играли какую-то маленькую роль А теперь скажите, Дэвид, как вам быть сенатором? Как вы себя чувствуете теперь? Я вам скажу, сенатором еще, наверное, я себя не сильно чувствую Потому что, вы знаете, приезжаешь в Америку, никогда не думаешь, что ты будешь в политике Ну, приехал сюда с одной мамой И вдруг, ну, амбиции таких на самом деле нету Приезжай в Америку Думаешь, что может быть что-то будет, но не в политике Не до такой степени Я помню, когда я сказал, что я буду адвокатом, мне было 14 лет тогда Ну, все посмеялись и сказали, ну, окей, маленький мальчик что-то говорит Никого русских адвокатов здесь нету Это начало 90-х годов в то время Это стоит дорого учиться И трудно пробиваться Имигрантов русских в то время, ну, почти-почти не было В начале 90-х годов Все посмеялись, сказали, ну, все равно не будет Потом, ну, наша община стала пробиваться Наших адвокатов, врачей и так далее стало очень много Ну, и люди как-то смотрели на это уже как на более нормальное явление И вдруг я выхожу Полтора года назад начал обсуждать то, что, может быть, я буду баллотироваться в Сенат И первая реакция была, что русского никогда не пропустят Что никогда никто нигде не пропустят Район-то большой Одно дело, есть районы, где, ну, там, в общем-то, Брайтон-Бич, что-то вот, где русские живут Но у меня в районе 320 с лишним тысяч населения То есть русскоговорящие люди там все равно составляли меньше, чем треть населения Две трети, может быть, даже три четверти почти Что составляли все остальные группы То есть итальянцы или ортодоксальные евреи, ирландцы и так далее, и так далее И говорили, что, вы знаете, ну, не пропустят Уже я получил номинацию, я помню Я пришел к человеку, я ему говорю, ну, я получил номинацию, я республиканский кандидат Он говорит, тебе не дадут Я говорю, уже дали Он говорит, не дадут, русскому всегда не дадут Вы знаете, я напомню нашим дорогим телезрителям Конечно, наверное, нет такого человека в нашей общине, который бы не знал, кто такой Давид Старобин Это сенатор в штате Нью-Йорк, ведь правильно я говорю? И вы все прекрасно помните эту драматическую ситуацию, когда был пересчет голосов И когда мы не знали, чем это закончилось Собственно, я была уверена, что закончилось Вы помните, я вам предрекла победу? Да Я, конечно, не ясновидящая, но я была уверена в этом Потому что вы молодой, обаятельный, симпатичный И ваше вот лицо, ваш облик связан с надеждой С тем, что вы что-то сделаете Вы такой темпераментный, вы по образованию юрист И, наверное, так оно и произошло Поэтому это все и произошло Мы это чувствовали, мы это чувствовали Но было очень много, действительно, очень много скандалов и грязи И в русской миде особенно Я не знаю, было ли так в американских газетах и журналах и радио Как было это в русской мидии Это потому, что вы русский? Или это всегда идет в политике такая грязь и скандал Перед тем, что выбирается какой-то новый человек На самом деле здесь было гораздо больше В сенате, как я сидел, там есть комнаты, где сенаторы просто отдыхают время перерывов И я разговаривал с одним человеком Я ему говорю Он что-то раньше говорит про мою компанию Говорит, твоя компания была на самом деле самая Агрессивная Горячая А я говорю, если бы ты говорил по-русски, так ты бы знал, что такое агрессивное Ты только по-английски это видел Потому что на самом деле по-русски это шло еще гораздо хуже, чем шло на английском языке Компания шла так фактически Потому что мы здесь пробивались в первый раз Что значит? Что в Бруклине привыкли, что демократы всегда выигрывают без сопротивления Абсолютно без сопротивления Привыкли, что ресурсулликанцы набирают 5%, ну пускай 20%, ну пускай лучше всего может быть 25% То есть почти что никто, никто почти не набирает больше, чем 30% Очень-очень редко И вдруг в прошлом году выигрывает Баб Терни Когда выиграл Баб Терни в Конгресс, то у республиканцев на самом деле появилось ощущение Что может быть если мы поставим сюда более серьезных кандидатов и деньги вложим То на самом деле мы может быть что-нибудь выиграем И мой оппонент, его поймали на видео, он выступал перед организацией бруклинских молодых демократов Он сказал, что мы демократы, мы привыкли, что мы здесь выигрываем А если сейчас вот Баб Терни выиграл, и у республиканцев появилась надежда, что они могут выиграть А если сейчас я проиграю, то республиканцы пойдут агрессивно против всех остальных кандидатов, которые у нас есть То есть городской совет, ассамблея, судьи и так далее Мы-то привыкли, что мы здесь внутри партии разобрались и поставили нашего человека и все А теперь же может все измениться То есть полностью антидемократическое такое выступление было И сразу же после этого он меня в этом же выступлении, минут через две Он меня называл нацистом Почему? Потому что я написал статью года за четыре, больше чем за четыре, года за шесть до этого Я написал статью о том, что евреи и палестинцы генетически похожи Естественно, что если ты пишешь что-то про еврейскую генетику, то какой-то нацист про это напишет Что какой-то нацист на интернете написал про мою статью Я об этом вообще не знал, абсолютно И поэтому он сказал, что у меня есть связи к нацистам От того, что кто-то пишет, знаете, от того, что кто-то сейчас обсудит, допустим, вот эту передачу Или статью в Нью-Йорк Таймзе или еще где-то, это не значит, что мы с ними связаны Я про этого человека даже не слышал После этого вышли много-много раввиновые, осудили моего оппонента за этого Я частично из-за этого получил поддержку более 80 раввинов, включая самых-самых главных и ашкеназийских, и сифарских раввинов Но это придало тон компании Дэвид, вот с моей точки зрения, то, что вы победили с таким маленьким разрывом И это был живой подсчет всех голосов, какие были поданы С моей точки зрения, это дороже, чем если бы большой перевес Потому что там было бы все ясно, что, допустим, преобладают демократы Правильно? Я правильно понимаю ситуацию? Смотрите, ситуация была такая, я это расскажу в первый раз на вашей передаче Спасибо! Yes! Знаете, вначале проводятся опросы Кто, как и что Естественно, что вначале мы проигрывали с большим разгромом То есть, если бы были выборы, допустим, на Новый год, мы проиграли бы 80-20 И потом, даже когда бюллетени подсчитывали, то, что люди по почте посылали Те, кто голосовали в самом начале, они голосовали 80-20 против меня То, что мы нагнали, это была большая работа Но кроме этого, проводится такой опрос вначале Что будет, если про одного, кандидата сказать, только хорошее, а про другого только плохое Интересно То есть, это максимум, что ты можешь набрать То есть, теоретически максимум, правильно? Вот если про твоего оппонента только плохое, люди знают про тебя хорошее Результат был такой, что мы выиграли на 1% этот опрос То есть, максимум, по правилам, по всем расчетам В этом районе республиканец, как было раньше То есть, район перерисовали, у нас убрали многие части То есть, Kings Plaza, где демократы Shipswood Bay Project, Marlboro Project, это у нас сейчас в этом году убрали, вырезали То есть, у меня сейчас лучший район Но в прошлом районе, кроме этого, еще Лу Федлер представлял Mill Basin, Bergen Beach, вот эти все части, где его знали в сенаты То есть, максимум, по всем подсчетам, мы могли выиграть на 1% Мы выиграли где-то, сколько, на четверть процента То есть, вы повели два рекорда, я бы так сказала Первый, что русскоязычный человек впервые в истории Америки выбран в сенат штата Нью-Йорк И второй, то, что испокон веков в том районе, где побеждали демократы, победил республиканец В этом районе, за всю историю республиканской партии, я не победил ни один республиканец Я первый, то есть, за 170 лет в этом районе я был первый, кто здесь победил Знаете, какие цифры? Исторические Но мы очень гордимся, мы этим очень гордимся Спасибо Я хочу спросить, а что теперь, что будет теперь с вами? Ну, теперь мы баллотируемся Чем вы будете помогать именно нашей общине? На что можно рассчитывать? Да, ну вот для нашей общины мы уже сделали несколько вещей То есть, у меня не было так много времени, я всего месяц в сенате Меня официально Я принял присягу 4 июня только То есть, и, кстати, после 20 июня уже был перерыв до выборов в Албани То есть, в Бруклине мы работаем, то есть, надо помогать людям Допустим, к нам приходили, что футстемпы не платят пенсионерам Что SSI-чек застрял, что Холокост, то, что платит Германия Она хочет брать налоги с этого у людей То есть, забирать треть компенсации жертвам Холокоста Чтобы забрать назад в Германию, чтобы Германии платить с этого налоги Дальше, что поломанные дороги около них Что-то, например, пройти невозможно или проехать Много-много проблем Мы это всё будем делать, если надо сейчас тоже Но в Албани у нас всего было с 4 июня до 20 июня То есть, три дня первой недели, потом четыре, потом четыре У меня было 11 боевых дней в Албани всего Несмотря на это, мы провели закон о том, чтобы были бюллетени на русском языке Это раз Второе, что есть интересная вещь, в которой люди даже не верят У нас 7 лет деньги, которые выделены на Брайтон, лежат в банке И государство их не тратит Что значит? В 2005 году государство выделило деньги на пляжи, чтобы их улучшить По-моему, в некоторых местах это произошло На Брайтоне эти деньги как лежали, так и лежат Городские деньги некоторые были потрачены Штатные деньги С 2005 года есть фонд, где они лежат Лежат в банке и не тратятся Или тратят деньги, или не тратят Но не просто заберите деньги и положите А вы можете в это вмешаться? Вот это вот то, что я вмешался Кроме этого, надо, чтобы Блумбург еще подписался Потому что некоторые вещи, которые связаны между городом и штатом Надо, чтобы и город, и штат были согласны То есть, ну в общем-то, наконец-то кто-то, кто про это вспомнил Потому что я туда приехал, начал обсуждать Но я знаю, что на Бордуке у нас есть проблемы Много проблем, то, что там грязно у нас бывает На самом пляже уже, то, что многие места не подчинены И мне вдруг кто-то говорит, ты знаешь, что 2005 года там лежат деньги Но я, честно говоря, чуть со стула не упал Что вполне было вероятно, потому что мне дали поломанный стул в первый день Когда я приехал в Сенат Давайте на этой ноте Я на него сел, и у меня спинка отвалилась Давайте сделаем перерыв на этой веселой ноте Спасибо! Спасибо! Продолжается наша передача, дорогие друзья Я с большим удовольствием напоминаю, что придумал эту программу Доктор Джозеф Клейнерман Он ее ведет и всегда приводит очень интересных людей Друзей, товарищей, хорошо знакомых Далеко знакомых Но всегда очень интересных собеседников И вот сегодня, доктор, кто у нас? Сегодня у нас замечательный собеседник И теперь уже хочу с гордостью сказать И наш друг, и сенатор штата Нью-Йорк Дэвид Старобин Еще раз здравствуйте, Дэвид Здравствуйте! И мы ждем, конечно, от вас Каких-то перемен, которые вы можете принести В жизнь нашей общины И, конечно, Америки И Брайтона, которым вы занимаетесь И это то место, где Нужно много чего сделать Я знаю, что вот этот срок, который сейчас вы будете Это, безусловно, очень хороший момент для вашей жизненной истории Но он очень короткий Что вы планируете дальше делать? Какие у вас планы сейчас? Ну, с политической стороны мы будем дальше баллотироваться То есть я уже официально объявил, что буду баллотироваться Мой район сейчас чуть-чуть другой Потому что каждые 10 лет районы перерисовываются Это не только в моем районе, это по всей Америке То есть проходит сенсус в нулевом году То есть 2000, 2010, 2020 Потом в первом году То есть 2001, 2011 и так далее Подсчитывается население где кто и как И потом на следующий год То есть во второй год Уже меняются политические карты В Конгресс, в Сенат, в Штатный, в Ассамблею По всей Америке Мой район сейчас будет идти от где-то Avenue Y Там вот где Ocean Parkway, Cone Island, Ocean Avenue, Bedford Смотря в каком месте как То есть по-разному И он идет на север, смотря опять же в каком месте В некоторых местах до Avenue H, в некоторых местах до Avenue C Там где больше русскоговорящего населения фактически Потому что на Avenue C и Ocean Parkway много русскоговорящих на Avenue C и Ocean Avenue нету У меня там где больше русскоговорящих людей И оттуда оно поворачивает вбок в сторону Баро-парка и часть Бензенхерста То есть вот это вот мой район Буду баллотироваться сейчас опять Срок обычно бывает два года Но до меня был Карл Кругер И Карл Кругер, он отслужил полсрока Потом были выборы То есть у меня получился срок всего полгода Но надо будет двигаться дальше Сейчас у всех будут перевыборы Я считаю, что этот район на меня получше уже Потому что, знаете, те места, где праджикты Вот это вот, которые у меня были раньше Там очень сложно выиграть На самом деле, что там республиканец проигрывает 99,5% на полпроцента То есть если там, допустим, 600 голосов, 700 голосов Тогда можно брать 5 А может быть даже и не 5 То есть и поэтому... Так их надо убедить? Ну их у меня сейчас нет В прошлый раз нам, честно говоря, в праджиктах мы их не убедили Мы праджикты все-таки проиграли 99 на 1 То есть я считаю, что все равно даже для них Республиканская платформа более хорошая Чтобы были лучше школы Чтобы было больше работы Чтобы было больше Валфара Валфар надо, но не пожизненно Я знаю, что в нашей общине Многие-многие люди получали Валфар Включая в моей семье Не я, но когда приехали Поколение моих родителей Приехали в Америку Многие получали Валфар Но вот посмотрите, если что Сегодня на Валфаре почти никого нет Опять же, кроме тех, которые только приехали Валфар — это нужная программа Нужно людям помогать Понятно, но Одно дело — получать Валфар год, два, три Другое дело — получать Валфар три поколения Это большая разница И на самом деле Люди боятся уйти с Валфара Но жизнь становится совсем другая Когда ты работаешь, когда ты зарабатываешь Когда ты имеешь уважение Когда ты можешь продвигаться дальше Начинаешь, как все остальные В нашей же общине Когда начинали работать На официальной работе Пускай они получали Пятнадцатый, шестнадцатый год Но проходило несколько лет Они получали тридцать А потом они получали шестьдесят И не продвигались люди вперед Не было бы той работы на пятнадцать тысяч Не было бы работы на пятьдесят тысяч Через несколько лет Но, к сожалению, люди, которые в праджиктах Они очень многие боятся республиканскую партию И выиграть там очень сложно И с моей стороны То, что праджиктов нету Это мне переизбраться фактически легче Легче доказать, знаете Русскоговорящим людям Или ортодоксальным, евреям Или итальянцам Легче доказать им, что республиканская партия Скажите, ну, у нас ведь очень много пожилых людей Да Вот вы с ними какую связь устанавливаете? Ну, пожилые люди, мы должны им помогать Знаете, как я разговаривал с одним сенатором Он там говорил, что надо урезать что-то Я говорю, ты понимаешь, что ты урезаешь самого себя Ему больше шестьдесят лет Я говорю, ну, нам всем будет семьдесят И нам всем будет восемьдесят Ну, надеемся Надеемся, что мы доживем все до пожилого возраста То есть, когда дойдет время до того, чтобы тебе надо будет получать Ты же захочешь, чтобы ты не... Пожалеешь, да Да, ты же захочешь, чтобы ты не голодал Ты же пожалеешь о том, что ты сейчас делаешь Вы понимаете, есть разница между человеком, который в двадцать восемь не работает Человек, который в семьдесят восемь не работает В семьдесят восемь положено не работать Он уже свое отработал. Люди работали 40-50 лет, а некоторые еще больше. Они уже заработали, они заплатили налоги, они подняли следующее поколение, иногда следующее два поколения, детей и внуков. А теперь их дело уже отдыхать. Это абсолютно негуманно и абсолютно дико сказать им, что вы знаете, сейчас 80 лет, но мы вам не будем помогать. То есть вы будете бороться до конца? Я считаю, что это правильно. Я, знаете, в Советском Союзе жил с дедушкой, с бабушкой, но у меня родители развелись, поэтому мама пошла к дедушке с бабушкой жить с моим. И они мне ни в чем не отказывали, теперь их уже, к сожалению, нет. Но я считаю, что наше поколение должно отплатить более старшему поколению. Знаете, в 28, когда ты не работаешь, ты лентяй. В 78, когда ты не работаешь, это нормально. Я тоже не буду в 78 работать. Так что я надеюсь, что за мной следующее поколение после меня как-то тоже ко мне гуманно будет относиться. Мне кажется, что вы будете работать и в 98. Если доживу и буду здоровым, это может быть. На сколько лет избирается сенатор? Сенатор, то же самое, как конгресс и ассамблея, каждые два года переизбирается. То есть и каждый раз нужно проходить через вот эти выборы, борьбу или это уже легче? Каждый раз уже легче, потому что тебя знают. То есть ты когда приходил раньше, вы знаете, избираться первый раз, это на самом деле адский труд. Потому что сейчас я могу прийти на какое-то там собрание, выступить, меня кто-то знает. А вначале ты ходишь по билдингам или по частным домам, стучишься в дверь. Люди думают, что ты им что-то продаешь. Или что ты пришел их обворовывать. Потому что что-то пришел молодой парень, среди дня стучится, мы его не знаем. Чего тебе надо? Да, дверь никто не хочет открывать. И вообще боятся, что я пришел неизвестно откуда, там их или убивать, или грабить. Или в лучшем случае давать им повестку из суда, что их судить буду. То есть люди боятся открывать двери. Может, Гербалаев предлагает. Может быть, еще что-то, да. То есть, на самом деле, это адский труд ходить весь день с утра до вечера, ты поднимаешься на верхний этаж. И вот так ходишь, стучишься в дверь. И люди не знают, чего ты от них хочешь. Дэвид, скажите, как вы считаете, почему вы победили? Опять, это был беспрецедентный случай. Прежде такого не было. Почему вы победили? Мы победили, если честно, потому что я работал тяжелее, чем мой оппонент. Это абсолютно вот это правда, что... Я с утра до вечера ходил, стучался по дверям, и ходил там к людям на борт-векинг, по улицам где-то, так как мои оппоненты, меня с этим смеялись, что я стоял там, раздавал свои же листовки, что это... Мне сказали, что я как бездомный выгляжу, когда я раздаю листовки свои. А так, по-моему, все делали. Но так... У меня другого выхода не было. Я всегда видел, что кандидаты на такие государственные позиции всегда стояли у метро, здоровались. Но в Рукклине у нас к этому не привыкли. В Рукклине у нас привыкли, что демократы, демократическая партия выбирает своего кандидата, и он проходит, и все. А потом, я кроме того, что я с 9 утра до 9... До 9 утра я тоже ходил по синагогам или где-нибудь еще выступал. Я был иногда... В 8-9 синагог я проходил до 8 утра, перед тем люди на работу идут. Потом я ходил 12 часов, стучался по дверям, потом я приходил с 9 до 3 ночи, раздавал листовки по двери. Уже стучаться нельзя. И люди мне говорят, да, твои листовки, твои волонтеры, видимо, приходили. Я говорю, да, да, мои волонтеры. Это был я лично ходил. Так что я фактически... Надо было встретиться с людьми и показать им, что я буду за них бороться, и что у меня есть энергия бороться, и что у меня есть желание за них бороться. Ну, вот теперь, с какими вопросами могут к вам люди обращаться? Вы сказали, вот, стемпы... Абсолютно любые. Позвоните к нам, потому что у нас в телефоне, я объявлюсь, 718-743-8610. Опять же, 718-743-8610. Спасибо большое, дорогие друзья. Пусть у вас все будет хорошо. До свидания. Продолжение следует...